А дальше происходит анализ в голове, как выкручиваться из разных ситуаций. Вот я перейду к примеру одной из семей, не нашего класса, а просто живет девушка, у которой родители разведены. Разводы. Разводы. Эта девочка не получает, она не поймет, где она находится. Все в обычной семье есть. И папа, и мама в обычной семье. Внимание, веляют. Мама, с материнской точки зрения, она учит ребенка, доченька моя, давай садиться с тобой, кардошку чистить. Смотри, вот так держим ножки, вот так чистим картошку. Вот так чистим картошку. Смотри, вот так берем густу, вот так моем карелке, моем карелке. Отец с другой частью зрения. О, как хорошо, моя дочь, вместе с мамой приготовили ужин, картошку начистили на варенье, и помыли посуду. Так какие же мои хорошие девочки. И муж, мужчина, папа, он дали подарки, и жене своей, и маме ж вашей, и доченьке внимание мужское привлекать. А когда разведены, мать не знает, куда на такую ногу встать, и на работе работать, и ребенка остирать, и все убирать, мужик, мужик, а они все, все на месте. Она уже не знает, какому мужику пристать, чтобы здорового мужика себе найти, а дочь, ребенку деваться не было в этой комнате, она не поймется, где она находится. Один муж дома, другой муж дома, третий муж, мама, никому ни с чем надевается, мужиком в воле, в нее истерика, когда она прямо не так приспособлена к таким ситуациям. И она начинает смотреть на это, и начинает так же точно вести, как ее мама, с другими, с мальчиками, там, с мужчинами постарше, так же точно начинает копировать маму. Потому что она от ваших других условий не видела, она не знает, как ей выживать, она не знает, как ей выживать, у нее папа в другом доме, где она живет, она пошла в парке, а у папы еще какая-то там жена или жена, которой ты не нужен. Ты им папа не нужен, и у папы практически ты не нужен, но тебе вниматель не удивляют. И ты брошенный какой-то, и ты начинаешь на всех отрызаться, начинаешь быть злым на всех, на учреждения, на взрослых, ты начинаешь быть злым, потому что ты можешь быть способен к чему-то, чтобы хоть кто-то не убил внимания.